Я его сейчас... Эх, хотел его обмануть, не обманул. Победили. Супер! Не понял, что произошло, но мне понравилось. Это что такое? Меня чуть не зацепил. Дополнительное... Чего? Да я вижу, он что-то уже замахнулся. Пожалуйста, спаси меня. Так, меня не трогать, я тут главное, короче. Я что хочу, то и делаю. Где? Подождите, где паровоз? Я хочу покататься на паровозе. Паровоз! Ура! Наконец-то! Хера себе, крольчатина какая! Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Хонкай Стар Рейл. Итак, я предлагаю начать языки. Прочитаем книги, потому что много было всяких советов и читать, и не читать, и то, что это все-таки хорошо. Прочитать, а кто говорит, что не хорошо прочитать. Поэтому давай, я прочитаю. Если не хочешь слушать, то перемотаешь, потому что вдруг там будет что-то действительно интересное и что-то важное. Виды галактики Вубабу. На первый взгляд, ничем не отличаются от обычной книги, но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что книга окружена чуть заметным звездами сиянием, словно скрытым заклинанием. Виды галактики Вубабу. На первый взгляд, ничем не отличаются от обычной книги. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что книга окружена чуть заметным звездным сиянием, словно скрытым заклинанием. На развороте циклопедическая справка о Вубабу. Книгу можно листать, но сколько бы страниц вы не перевернули, текст разворота не меняется. И это похоже на перелистывание книги из струящегося песка. Очевидно, что для просмотра другой информации необходимо какие-то разрешения или некий ключ. Номер галактического вида, сущность номер 415, наименование вида Вубабу. Другие галактические названия Уба, Шутник, Озорной Звездный Дух. Система классификации царства, сущности, класс, звездные духи, отряд, бесформенные, семейство духовной сущности, вид Хедлиоби. Общие сведения об исследовании. История звездных духов, представленных сущностями, восходит к началу янтарной эры. Гипотеза о зарождении из левиафанов гласит, что левиафаны были выброшены на мель после сумеречных войн. Во время долгого сна их разложившиеся клетки стали сосудом для зарождения организмов, а рассеявшаяся жизненная энергия превратилась в блуждающих звездных духов. Однако в последние годы все больше ученых открыто выступают против гипотезы о зарождении из левиафанов. Другие неподтверденные гипотезы здесь не приводятся. Вначале звездные духи не обладали созданием и просто бесцельно блуждали по галактике в эпоху освоения, когда безымянные путешествовали между галактиками. Звездные духи соблазнились свободой передвижения людей. Смертные создания, обуреваемые страстями, оказали сильное влияние на бесплодную сердцевину звездных духов. Для них люди стали самым желанным хозяевами. Звездные духи следовали за запахом эмоций, стремясь поймать добычу, занять тело и превратить носителя в ходячего мертвеца. Носитель, который не мог успешно слиться со звездным духом, умирал на месте. Был подтвержден случай, когда безымянный по имени Эрвин Хесслер был одержим звездным духом и сумел установить с ним симбиотические отношения. Но куда больше одержимых звездными духами трагически канули в лету истории. С тех пор подобные существа влились в человеческое общество. Их выдающееся эмоциональное восприятие и способности к ментальным манипуляциям приводят людей в ужас. Вубабу унаследовал способности своих предков звездных духов, но не является таким смертоносным. Когда он существует в одиночку, имеет полупрозрачную колеблющуюся форму и любит притворяться призраком. Захватив носителя, меняет его поведение, человек приходит в себя после ряда злых шуток. Если звездные духи свирепствуют ради одержимости и эволюции, то Вубабу предается разгулу исключительно ради веселья. Да-да, они безвнуются без видимой причины, а когда надоедает, просто уходят. Когда шумиха заканчивается, носитель возвращается к нормальной жизни, но причиненный ущерб не обратим. Согласно методу оценки Адлера, который используется на Герте, Вубабу попадают под средний уровень опасности. Они создают проблемы, но не угрожают жизни. Не следует выпускать Вубабу на свободу без всякой причины. Странно, что они делаются живыми мертвецами, но причины никаких бед не доставляют. Справочник исследования Герты, том 7, средство перемещения отрывок собран. Так, этот том представляет собой собрание всех транспортных диковин и станций. О, ну-ка. Что там за диковины такие? Справочник, так. Ага, справочник исследования Герты. Номер диковины, транспорт 01483, дата поступления 2154. Я, э, что-то с эрой. А, янтарной эры, прикинь, я уже разбираюсь, понял, понял. Стоимость закупки 2130, а, 2 миллиона 130 тысяч кредитов. Рыночная стоимость 1 миллион 842 тысячи кредитов. Исполнитель Вэнь Хуа Жень. Номер 01483, галактический спасательный плащ-палатка. Бежево-коричневое одеяло в стиле Бохо в местах, где изначально были кисточки, они были заметны, заменены на маленькие золотые колечки и звездочек, которые двигаются вверх-вниз. Это резервное спасательное оборудование космического судна с регулируемым размером в определенном диапазоне в зависимости от объема объекта. Позволил спасти и эвакуировать сотни пассажиров во время первой крупномасштабной аварии, вызванной транспортным происшествием под действием Стелларона. Номер диковины транспортной 484. Это поступление 2154-я янтарная эра. Янтарная эра. А, год янтарной эры. Ну окей. Стоимость закупки 180 тысяч кредитов. Рыночная стоимость 560 тысяч кредитов. Исполнитель Вэнь Хуа Жень. Так, фасеточные глаза. Уродливый окуляр, который похож на мыльные пузыри, пользователь видит окружение с 36 различных ракурсов, 360-ти градусный обзор. Говорят, что это обязательная вещь для чинов-экипажа, совершающих прыжки, в том числе гиперпространственные. Когда возникла первая транспортная блокада из действия Стелларона, командир экипажа корабля Курт Вагнер совершил гиперпрыжок с помощью фасетного глаза и смог избежать столкновения с другими 14 кораблями. Номер диковинный транспорт 01485. Это поступление 2157 год, Янтарной эры. Стоимость закупки 37 тысяч кредитов. Рыночная стоимость 41 тысяч кредитов. Исполнитель Вэнь Минде. Все меньше и меньше стоит. Сигнальный краситель. А, ну потому что всякая керня. Рядом с парящим, красящим, красящим блоком находится тонкая оловянная трубка длиной 32 см диаметром 3 см. Внутри она заполнена золотисто-черными капсулами. Эти капсулы поглощают все известные цвета, приобретая окраску поглощенного цвета. Предмет первой помощи, который обычно есть у безымянных, сигнальный краситель способен фиксировать цветы как в космосе, так и на поверхности планеты. Он сам регулирует свою насыщенность и контрастность в соответствии с оснащением и цветом среды. Яркость цвета и визуальная стимуляция сигнального красителя используются космическими командами спасателей для нанесения спасательных рисунков. Его изобретатель – выдающийся художник из безымянных. Из-за аварии он оказался на небитаемой планете, и тогда, используя обломки белых карликов, он создал сигнальный краситель «Великую печь» в истории спасательных операций. Межгалактические преступники используют сигнальный краситель, чтобы оставлять по всей вселенной скабрёзный граффити. Вот суки какие. Так, подожди. Или всё-таки нужно снизу читать? Ну что, что-то вот это вроде я собирал в самом конце. Давай вот так. Записи исследователей космической станции, в которых они оставляют сообщения друг для друга. Мы читаем переписки. А, я где-то потерял, да, не взял первую-вторую. Запись третья. Если вы чувствуете, что не сможете закончить свою работу, поздравляем. По крайней мере, вы ещё сохранили объективное сознание во внешней обстановке. Что, если я думаю, что смогу это сделать? Эй, эй, кто написал мои записки? Вы знаете, медицинский... Медицинский... Медицинский отсек на космической станции довольно современный. Любые расходы несёт корпорация Межзвёздного Мира. Позвольте мне искренне посоветовать двум людям выше обратиться за помощью. Иногда ночью на острове Семян появляется таинственная фея Дыни и увеличивает посаженную вами Дыню примерно в три раза. Однако, если вы посадили только горох, она найдёт вас и ударит. Меня она уже била, поэтому я переключился на посадку Дынь. Надеюсь, она снова появится. Нет, ну ради этого это забавно, это смешно. Я такой готов читать, мне нравится. Обновление. Фея Дыни на острове Семян фальшивка. Эта ужасная женщина придумала эти сказки, потому что ей поймали, а потому что её поймали при попытке украсть мой горох. И она ударила меня. Не нужно было доверять ей. Обновление второе. Дорогие друзья, я отменяю своё раннее заявление. Фея Дыни не божественное существо, потому что я видел её. Она сказала, что хочет написать мой отчёт для меня. Тихий. Почерк другого человека. Просто остановись. Это галлюцинация, вызванная попаданием галлюциногенов из нашего отдела в удобрение. Очнись. Нет никакой милой феи Дыни, которая сделает отчёт из-за тебя. Робот-уборщик с заплаткой на макушке, которая работает в базовой зоне, это вершина ИИ. Если дадите ему небольшое вознаграждение, он приведёт вас к неисправной кабинке, туалетам со всеми украденными редкими диковинами. Полная ложь. У этого лысого робота-уборщика есть функция измельчения. Кто, чёрт возьми, дал ему эту функцию и записал, чтобы разыгрывать людей? Это же принтер, друзья. Это робот-уборщик. Пример эффективной работы на нашей космической станции. Блять, как познавательно. Рукописи Герты. Ага, так, предусловие. Мы читали, да? Читали же? Прочитали. Читали же? Да, читали. Глава третья. Гильдия эрудитов. Вселенная безгранична, а эрудиция всеохватывающа. Эрудированные мыслители выстилают свой путь с помощью слов, а заурядные умы ведомы лишь собственными желаниями. Помимо общества гениев, у галактики есть организация, для которой источником движущей силы стала эрудиция. Они называют себя гильдией эрудитов. Личные желания туда уходят, там уходят на второй план, поэтому упорная работа гильдии эрудитов заслуживает особого уважения. В обществе НУС состоят одни чудаки, сумасшедшие, одиночки, талантливые интроверты, социопаты. Они постоянно делают удивительные открытия, но не открывают их миру, не говоря уже о том, чтобы эти исследования были опубликованы, за исключением настоящей книги. Философия гильдии, напротив, заключается в том, чтобы общаться и делиться знания этой твердой валютой, а деньги могут творить чудеса только тогда, когда они работают, поэтому они предпочитают знаниям тру мудрость, а формулам рецепты. При поддержке корпорации межзвездного мира и используя ее бесконечные возможности и технологии, ученые гильдии путешествуют по мирам, собирают ценные знания, превращая последнее в дорогой товар. По сравнению с рядовыми исследователями, гильдия больше похожа на коммерческое предприятие. Внутри гильдии образовались школы, каждый из которых находится на самообеспечении. Ученые, проводя исследования в разных областях и торгуют знаниями, пытаются найти настоящее бесценное сокровище. Ниже для читателя приведены несколько наиболее известных школ. Если есть школа, которая внесла наибольший вклад во вселенную, то без сомнения это школа синестезии. Долгое время коммуникация и взаимодействие были актуальными вопросами для корпораций межзвездного мира. Основой торговли является контракт, который требует договоренностей, но язык живых существ слишком запутан. Ученые школы синтезии присвятили себя созданию общего ментального моста между разными видами, например, маяк синестезии, который сейчас активно развивают. Благодаря маяку синестезии движения тела, вспышки света, звуковые вибрации или изменения в молекулах запаха, все, что имеет смысл, может быть преобразовано в мыслительный импульс и переведено на понятный язык. Таким образом, первое препятствие для коммуникации было сломлено. На основе маяков синестезии, корпорация межзвездного мира создала огромную базу данных, в которых хранятся миллионы видов словарей, как устных, так и письменных. Так что письменность тоже перестала быть загадкой. Говорят, что компания по сей день регулярно выплачивает в школе синестезии огромную сумму повелет патентных сборов, и школа очень богата. Достоверные источники сообщили автору, что следующая тема исследований школы – технологии сверхдальнего зондирования. Сто янтарных эр назад член общества гениев номер 56 Элиас Салас изобрел особую технологию, которую тогда использовали в обществе. Конечно, гении мотивируют и простых смертных развивать интеллект. Школа астральной экологии. Школа рассматривает вселенную как гигантский экологический объект, изучает космических существ, таких как киты, глубинных пений и светящиеся медузы. Эта фракция добилась успеха благодаря обнаружению стены небесной кометы, которую сегодня называют древним творением клепота ионосохранения. Это привело в восторг к компанию, и они выплатили школе огромную сумму денег, в очередной раз подвердив непреложную истину трудить с умом и а не с упрямством. Канделяграфия. Канделяграфия – это типографический департамент гильдии. В нем состоит бесчисленное количество авторов, расшифровщиков, машинисток, программистов, издателей книг. С благородными намерениями школа отказалась от эгоистичных научных исследований и посвятила себе великому делу сделать знания доступными для большого числа людей. Все научные изыскания гильдии эрудитов собраны и классифицированы здесь по томам. Издания продаются в разных мирах. Самая известная из них – это серия книг под названием «Путеводитель путешественника. Вооруженные археологи». Кола занимается межпланетными экспедициями и исследованием древних цивилизаций. Они всегда отправляются на самые пустынные планеты и исследуют самые опасные руины. Представьте следующее. Вооруженные до зубов наемники выскакивают из корабля, словно тараканы. Они скользят между древними постройками, которые были брошены несколько янтарных аэр назад. По пути они оставляют дурачков, случайно попавших в ловушки в качестве жертвоприношения. И, наконец, добираются до новой цели. Раскапывают бесценные предметы, старинные документы, а затем без всяких сомнений закладывают взрывчатку и бах, открывают проход, выстланный истинным разрушением. Довольно поддовольные поднимаются на корабль и улетают, как ни в чем не бывало. Говорят, что они ведут себя как грабители, но каждый волен оценивать их действия по-своему. Школа истории кванта. Школа появляется после банкротства. Школа истории психологии. Изначально их целью был поиск скрытых факторов и движущих закономерностей измерения истории, а также предсказаний будущего. Но сейчас они не больше, чем шарлатаны, использующие пустые алгоритмы для предсказания будущего. Так, смотри. 10 минут, почитали и хватит. Давай вот так, чтобы как бы не затягивать. 10 минут посмотрели книги, которые собрали там за прошлые разы и пошли дальше. Если будем дочитывать быстрее, то будет, конечно, еще лучше. Так, журнал путешествий. Это потому, что новое как раз обновление вышло, как мне писали. Это прыжки, вот эти билетики, да? Особый звездный пропуск. Прямой билет на звездный экспресс с координатами конкретных миров. Подходит для пассажиров, которые просто хотят добраться из пункта А в пункт Б. Включайте по сторонам, друзья. Запрыгивайте в поезд и любуйтесь вселенной вместе. Прикольно. А как мне остальные получить? Никак? Так, ну смотри. Испытания пока начинать не будем. Потому что еще рано. А, и там все позаканчивалось. О, да я эти испытания не успею, не смогу проходить. Это нужно тут прям очень много. Смотри, короче, у меня 80, у меня 20. Звездный пропуск. Универсальный пропуск на звездный экспресс. Путешествуйте. А, настолько далеко, насколько позволит звездный путь. Наносите на карту новые миры, встречайте новых людей. Создавайте воспоминания. Отправной прыжок. И что, мы уже можем тут... Что, нет, тут серые нужны. Тут серые. А тут... А тут... Ага, да, вот видишь, тут сейчас серые показываются. Теперь показываются золотые. Но золотые лучше пока не тратить. Потому что мне сказали, что они очень важные. Это что такое? После выполнения условий вы получите дополнительного персонажа. Пятизвездочного. После 300 совершенных прыжков в стандартном прыжке вы сможете выбрать одного из перечисленных персонажей. Для своей команды. Химеко, Вельт, Броня, Гепард, Клара, Янь, Цинь и Байлу. Эту награду можно получить только один раз. У меня пока только один прыжок. До 300 будет сложно дойти. Так, смотри. Тут 10 прыжков по скидке. Я вот что понял. На набор из 10 прыжков здесь по скидке 20%. Получение персонажа 5 звезд гарантировано как минимум один раз за 50 прыжков. Ну вот, можно тут пособирать вот этих всех друзей. Оооо. Световые конусы. Световые конусы. Персонажи. Ну. Проценты Как все сложно Короче, соберем А, у нас есть Так давай 50 из 50, это прыжков или персонажей доступно Так, смотри, у нас есть 20 Мы можем сделать 10 Да, он 10 делает Рябь на море Дирака Ну давай, открывай Показывай Я уже радовался поезду, но я хочу на нем покататься Мне нужно на нем покататься Отворяй ворота Так Бонус неугасаемый пепел Совместная гибель, цветовой конус А, это не персонажи Мне персонажи нужны Проницательность Хорошо Опять А, вот именно двойными, которые я могу потом их тратить Типа и улучшать какие-то другие Я так понимаю, созвучие Скрытая тень Опа, кого-то дали Орлан Ну, теперь он хотя бы будет с нами тусить Тоже неплохо Скрытая тень Рог изобилия Размножение Совместная гибель Я надеюсь, я правильно прочитал Как много всего Подожди, а он кто? А ты кто? Тоже разрушение? Так, и куда мне нажать, чтобы все это исчезло? Ага, так, еще смотри Доступно А, у нас не так много осталось Ну давай Все, все берем Я как-то могу это ускорить? Никак не могу Ладно Открывай, быстрее, быстрее, быстрее Я надеюсь, не будет подвисать Янтарь Совместная гибель Стрелы Скрытая тень Противостояние Ага, вот Должны давать Подожди, я думал, ты персонаж Должны давать персонажа за 10 раз, да? Неугасаемый звездный свет А, тут вы подписали, что они делают Падение с небес Янтарь Падение с небес Где персонаж? Пустота Это же не персонаж Это просто карта Это, это конус Максимальный уровень Ооо, он прям нормально так прокачивает Слушай Это вообще вещь Так, ну И мне дали еще два Было, оставалось два А теперь четыре А это что? Испытание персонажей Ооо Какие? Я вас еще не знаю Только верх не узнал А гепард не так выглядит Что они меня обманывают А, ладно Так, все, давай начнем тогда Да блин, подожди, еще не начнем Достижения давай заберем Следы метеора Соберите десять типов световых конусов Окей, я думал Потому что я десять потратил Вы мне даете достижения Так, теперь нам куда нужно Персонажи Это Орлана Потому что мы открыли Орлан Так О, у меня для тебя есть световой конус А какой? А, а Их теперь Это для разрушения все? Да, для разрушения Смотри-ка Это у меня стоит Вот он Я нарисован Для разрушения Они зеленым подсвечиваются Я понял Это одинаковый 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 Так, получается Если текущий HP владельца Ниже 80 То его крит Шанс повышается на 12% Вообще вещь удобная А, и вот еще есть Как у меня Давай ему вот этот Отдадим Да Все, мы дали вроде бы Она у него стоит? Нет, не стоит Подожди А, экипир Вот, все Есть Так, ну я тут самый сильный Да, я самый мощный 122 Да, я самый мощный А давай мне повысим уровень Тогда Вот этой штуки Усилить Да Вот так, да Вот это что такое Материал усиления Для световых конусов Можно получить 500 очков Опыта светового конуса Ображаемое вещество Которое не должно Существовать в реальности Основной материал Для создания световых конусов Образы, содержащиеся В световых конусах Становятся более четкими При введении этого вещества Оказывается Это и есть Предполагаемая Природа памяти Сада воспоминаний Неудивительно Что хранители памяти Могут отправляться В галактическое путешествие С воспоминаниями А вот это что А это я вас набираю Не надо, не надо Я их набираю Оказывается Материал усиления Световых конусов Но тут 2000 Емкость с эфиром Очищенным По специальной технологии Обращайтесь с ним Осторожно Не роняйте Не двигайте Давите на него В случае возникновения Повреждений И утечек Пожалуйста Обратитесь к голове Второго руководства И по ликвидации Последствий утечек Для экстренного Реагирования Ну то есть я могу Вот свое Вот так вот сделать Повысить уровень И он прям уровень повысит А я не вижу Что там будет происходить Можно мне скрыть Вот эту менюшку Так смотри Сила атаки Повышается Насколько Не пойму Ну Давай Те же самые карточки Используем По сути Ну да Вот я сейчас так сделаю Использую стоконус Который Имеет такое же имя Ну да Прикинь сейчас Дичи натворил Нет Ну смотри Была атака 16 Стало 31 Ну Я все правильно вроде сделал Теперь я сильнее стал Смотри Как 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 на меня то посмотреть 138 Да Стал сильней Молодец Так Я предлагаю прокачкой заняться Когда мы вообще закончим Это все Я просто решил попробовать Вроде получилось А еще на почту Что-то пришло Привет первопроходец Мы приносим искренне извинения За ошибки Допущенные в версии 1.4 Мы сожалеем Если это повлияло На ваше впечатление От игры Такие ошибки уже исправлены Пожалуйста Примите компенсацию Патронности об исправлениях Вы можете найти На странице С информацией Давайте мне Я Только за Давайте мне все Что у вас есть А еще компенсация Обновление до последней версии Завершено Мы высоко ценим Вашу поддержку И понимание Пожалуйста Примите Приложенную компенсацию То есть За что компенсация Она не работала Какое-то время Так Это типа Важные Я все Посмотрел Все Да Все чисто Все Чисто Зашибись А Давай проверим Персонажей Может мы кого-то Возьмем посильнее К себе Смотри у меня Сила 138 Вот у нее сила Несильная Небольшая Или это надо в отряд А как в отряд Зайти Где отряд Вот он Они мне Блин Они так не показывают Как же я пойму Какой мне человек нужен Это ж неудобно Но хотя бы у нас Орлан появился Или их нужно Менять в процессе То есть я вижу Противника Издалека Такой А Вот типа У него там Кто-то Появляется Ладно Что это такое Меня куда-то Телепортирует Нет Не похоже Сейчас скажет Нифига да Люк не открывается Хорошо Давай возьмем ее Она стреляет Тоже Не работает Окей Это что я Уровень какой-то получил Так А ты можешь Прицелиться Вот к нему Ты можешь Прицелиться Тихо 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 Но я не вижу Какой он Где мне В прошлый раз Я помню Что мы Специально смотрели На то Какой он сверху Тип Вот А можно Как-то тебя так смотреть Чтоб ты Меня не палил А Разрушение Да Ветер Фиолетовый А у нас Кто в отряде То есть вот так Это нужно делать Я такой А нет Тут такого нет И взять только своих Получается Вот да Разрушение Огонеч Огонечек Смотри Мне нужен Фиолетовый Либо Это весы Или что Так Фиолетовый Вот Фиолетовый У меня есть То есть мне нужно Его или ее взять Давай берем ее Вместо Химеку Верно Давай берем ее Вместо Я же могу тебя Заменить Не могу Сменить А почему Я тебя не могу Сменить Тогда это Не прокатит Пошли как есть Пошли как есть А ты стреляй Че ты не стреляешь А я вот так Тебя На Нет Подожди Не сработало А для чего Я должен Вот это Туда Делать На двоечку Или на Е Так Ага Я цель Я цель Получается Мне нужен Вот этот Теперь Я Делаю Тебя Пробиваю Вот так Все Тебе Сниму Отлично Опа А я Короче тут Прочитал Что Она когда Набирает Мы Три Сильных Этих Делаем Вроде Как Она Она Набирает Три Удара И Сама Начинает Короче Бить Вне Очереди Так А я Цель Я цель Меня Нужно Полечить Не Полечить А Защитить Правильно Правильно Что Что У нас Там Дальше Вот Эти Жесткие Давай Ему Все Снимем Или Давай Лучше Троих Сразу Вот Так Ага Отлично Отлично Молодцы Вы Хорошо Кстати Я что Хотел Сказать Я же Сменил Язык Если Ты Поймешь Что Это За Язык То Напиши Об Это В Комментариях Мне Интересно Сможешь ли Ты Угадать Какой Язык Стоит Я постараюсь В некоторые Моменты Когда они Говорят Молчать Чтоб Ты Как раз Услышать Смог Потому Что Это На самом Деле Очень Сложно Как Я Считаю Но Я Вряд Либо Угадал Мне Кажется Это Не Так Легко Так Теперь Мне Нужен А Это Это Ты Значит Ты Давай Вот Этого У него Много Жизней Вот Это Сохраним Еще Пока Оно Нам Пригодится О Видишь Он Сам Он Сам Решил Убежать Вот Этого Сюда Нормально Так И Давай Вот Так А Да Тут Смотри Тут Еще Показывают Что Они Видимо Ход Будут Пропускать То Есть Либо Вот Этот Ход Пропускает Видишь Как Получается То Есть Вот Я Тебе Сюда Показываю Слева Сейчас Мы Вот Это Вобьем Но После Меня Нас Ударят Значит Мы Должны Сделать Так Чтобы Он Нас Не Ударил Вот И Теперь Снова Я Тебя Не Понял А Нам Нужно Жизни Нам Нужны Жизни Тут же Конус Дай Жизни Спасибо А Пространственный Якорь Он Похож На Конус Согласись Похож Что То В нем Явно Есть Так Нам Сюда Надо Дойти До Финального Босса В Этом Уровне Было Что Интересненькое Так Смотри Гуляет Смотри Гуляет Фиолетовый Ветер А что Еще Что Еще И Заморозка Ну Все Все Те же Самые Ребята А я Могу Тебя Отсюда Стрельнуть Иди Сюда Хоть Сюда Я Тебя Сразу Отсюда Ударю Иди Ко Мне Иди Ко Мне Иди Ко Мне Ну Найди Меня Иди Сюда Ты У меня Выстрелишь Или Что Вот Давай Проверим Что Будет Он Меня Спалил И Что И Что Ты Вообще Тоже Не Поймешь Что Происходит Да Что Делать Нам Я Тоже Не Пойму А я Тебя Вот Так Достану Не Достану Значит Так Нельзя Попридержи Коней Ага Давай Заберем Достижение А я Еще Потратил Все Свои Штуки А как Они Восстанавливаются Не Вступайте В битву 15 секунд После Пока Вас Преследует Противник Так Погодя А я могу Еще Я могу Дольше Так Постоять Использовать Щитовода В качестве Союзника И одолите Свинку Копилку Будем Драться Со Свинкой Копилкой Вытяните Счастье Впервые В лавке Предсказаний Выйдите Горе Впервые В лавке Предсказаний Вдоволь Накормите Свинку Копилку Выиграйте Бой С отрядом В котором Есть Три Персонажа Одинакового Типа Вроде Бой С отрядом В котором Есть Три Персонажа Одинакового Пути Так Вот это Я Что-то Еще Запутался Одобрение Высшего Существа Живущего В сердце Вздох Высшего Существа Живущего В сердце Даже У мусора Есть Применение Но Это Вот Таким Не нравится Достижение Хрен Помимо Что Вы Имейте Ввиду Иногда Быть Сытым Плохо Узнайте Чем Славится Белобог Сдержите Вход В игру В общем 30 дней Сдержите Вход В игру Семни Подряд Но Это Сложно На самом деле Это Сложное Задание Так Окей Все Пойдем Дальше Пойдем Дальше Или За Сегодня За Вот Эту Серию Все Таким До Конца Не Пройдем Выход Вон Там Как Надо Нему Добраться Так Теперь Нам Нужно О Тихо 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 Глянь Как Высоко Ты Так Можешь И Разбиться Ничего А Там Какой Красивый Сундук Кстати Внизу Я Хочу Вниз Мне Нужен Вот Такой Сундук Побежали Вниз Побежали Вниз Опа Блин Сидит Дымит Ты Че Тут Паришь Друг Ну 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 Ка Красив Глянь Какой Задумчивый Такой Эх Не Поворачивайся Не Поворачивайся Дай Чмокну В Затылок Муа Я думаю Ему Не очень Это Понравилось А Хотя Я мог Как-то Красиво Специальным Ударом Его Ну Да Ладно Так Смотри Он Нам Цели Раздает Слушай Мне Не нравится Что Ты Раздаешь Цели Поэтому Я тебе Вот Так Сейчас Сделаю Так Да Давай Бей Его Конкретно Его Чтоб Не раздавал Больше Указаний Во Все Он В Какаху Так Теперь Что Нам Нужно А Теперь Мы Можем Ударить Еще Добить Давай Он Исчезнет Да Исчезай Почему Он Не Исчезает Так Смотри Надо Ее же Защитить На нее Вы Что С ума Сошли Она Должна Жить Да Живи Так Тебя Мы Защитим Значит Нужно От Вот Этого Избавиться Стопудово Значит Мы Делаем Вот Так О И Сразу Химеку Неплохо Хорошо Слушай Она Их Бьет Ее Можно Чтоб Она Осталась У меня В отряде А Вот Эта Пробная Мне Не Нравится О Он Еще И Заморозился Отличная Вещь Так Смотри 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 Значит Вот Этого Давай Наверное Ударим Тогда Я Не Буду Трактить Вот Эти Наши Способности Потому Что Мы В целом Справляемся Они Сильно Нас Не Порешают Ну Мы По Стариночке Вот Так А Давай Давай Смотри Тут Еще Можно Жан О них Прочитать Давай Сразу Прочитаем Кто Эти Вообще Сейчас Непонятно Как Он Выглядит Тела Которые Подвергаются Коррозии Фрагментума После Смерти Хотя Их Жизненные Показатели Изменились Они Продолжают Выполнять Приказы На Уничтожение Рейнджеры Пустоты Уничтожители Будут Отмечать Противников Которых Они Поражают Заставляя Их Получать Дополнительный Урон При Атаке Типа Как Кровотечение Пускают А вот Эти Шарики Чтобы Предотвратить Столкновение И Аннигиляцию Античастиц Легион Антиматерии Создал Два Типа Миниатюрных Ионных Ловушек Для Транспортировки Барионы И Антибарионы Антибарионы Обладают Базовым Свободном Мире Вот Когда Мы Бегаем Не Сражаемся С Ними А Что Ускорение А Вот Это Где Ускорение А Что Это Такое Текущая Добыча Вау Прикольно Ну Давай Его Так Шлепнем О Так Ну Мы Его Я думаю С одного Раза Одолеем Ну Ё Мое Легкотня Так Все нормально Мы Не Лагаем О Это Нам Нужно Наверное Ну да Нажибили Конечно Нам Нужно Мы Это Активируем Нет И Знаешь Почему Марш Удобно Играть Почему Я не Вот Этими Всеми Играю Она Стреляет Удобно Видишь Издалека Все Доставать Опа Это На самом Деле Очень Удобно И Я Думаю Что В итоге Локация Должна Смениться Во время Боя То есть Не так Что Мы Где-то На корабле А она Должна Как-то Меняться В трейлерах По крайней мере Менялась Я надеюсь Что она Будет Меняться А то Как-то Однообразно Получается О Шарик Справа Видел Мы Сейчас К нему Пойдем Так Отталкивающий Мост Отталкивающий Мост Может быть Оранжевым Или синим Устройство Управления Для переключения Мостов Проведет Вас По Неожиданным Направлением Одновременно Можно Включить Только Один Цвет Когда На устройстве Управления Загорятся Переключатель Появляется Отталкивающий Мост Того же Цвета Но Это В целом Все Легко И понятно Значит Идем К тому Шарику Да Это Неплохо Как В Гарри Поттере Лестница Да Смотри Сейчас Мы Идем К шарику И он Такой Херак Красная Интересно Как-то Прикольненько Выглядит Ну Давайте Вот так Хуяк Так Теперь Мы Значит Сражаемся Воу Воу Подожди Почему Так Сразу Ну Что Такие Жесткие С тобой А Мы 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 Только Пришли К Ребятам За Что Ты Их Так Давай Наверно Вот Вот Этого Пусть Будет Мы Даже Сейчас Делаем Так Что Они Даже Походить Не Смогут Давай Вот Этого Значит Тебе Ты Живо Убьешь Убила Молодец Дальше Я А я Сделаю Вот Так И Мы Пойдем Отсюда Правильно Отлично Вообще Это Можно Всегда Нам Этих Колобков Давать Я С ними Готов Сражаться Постоянно Сундучок Хорош Сундучок Получаем Опыт Но Где Мой Паровоз Я надеюсь Что мы Сегодня Дойдем До Паровоза Хотя Знаешь Что Я боюсь Что Это Будет Такая Же Просто Локация Вот Типа Вот Тебе Паровоз А я Хочу Чтоб Ну Покататься На нем Прям Может Быть Не Прям Чтоб Управлять Но Все Таки Конь Нам Туда Но Там Конь Стоит Почему Он Там Стоит Одиннадцатый У тебя Красный Какой-то Уровень Смотри Так А подожди А как же Понять Какой У нас Уровень Ну Кто У нас Тут Должен быть Одиннадцатого Уровня То есть Мы Его Не Сможем Победить Блин Ну Давай Проверим Как я Умру Давай Проверим Интересно Получится Или Нет Получится Или Нет Вот Опа Я Быстрей Я Быстрей Так Мы Должны Мы Должны С ним Справиться Так Сначала Я предлагаю Избавиться От Вот Этих Вот Ненужных Дурачков Потому Что Они Нам Будут Очень Сильно Мешать Давай Значит Сделаем Вот Так Ага Но Когда У нас Будет Марч Марч Мы Ее Будем Защищать И всех Остальных Так У тебя Есть Защита Есть Сначала В первую очередь На тебя Защита Должна Отлично Так Теперь Я И Нужно Сразу Тогда Активировать Их удары Все Давай Ладно Активируем Мы Сейчас Всех Порешаем Оставим Его Одного И нам Будет Легче Сражаться Я Я Я Тебе Говорю Вот Так И Вот Так Значит Я Бью В первую Очередь Давай Вот Так Его Еще Заденем Будет Полезно Ага Супер О И ты Еще Давай 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 Вот Вот Того Левого Левого Сильно Загаси Это Будет Очень Хорошо Но Ты По Области Ты Бей Тебе Положено Ага Супер Супер О Почти И ты А Ты Тогда Давай Наверное Блин Он же Следующий Ой 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 А как же Почему Он не Заморозился Почему Ладно Я надеюсь Не очень Сильно Нас Будешь Бить Но я Смотри На середину Ослабил Так Одна Потом Химеко То есть Я могу В целом Ударить По Нескольким Ребятам Давай Да Мы Сразу Уберем Вот Этих Двоих А Потом На Этого Будем Нацеливаться Потом Мы Получается Дань Хэн Когда Будет Дань Хэн Нельзя Использовать Его Атаку Сильную Давай Вот Так Эти Двое Исчезают Все Отлично Он Бьет Ну Слушай Он Не Прям Сильно Бьет Правильно Вот Так Сдачу Это Что Это Это Что Так Теперь Мы Сделаем Вот Так На Него Акцентирую Внимание Хрен С Нем Так Нормально Защита Блин Он Сейчас Пробьет Ее Он Же В нее Целится Он Же В нее Целится Так Следующая Будет Мар Мар Ага Так Ну Блин Давай Тебя Будем Бить Блин Надо Все Так Давай Давай Ганте Защищай Ганте Тут Нет На самом деле Вот Подумаешь Херня Игра Нет Тут Как-то Вот Когда Именно Со Сложными Противниками Нужно Прям Думать Прям Конкретно Так Обдумывать Каждый Свой Ход Давай Короче Ослабляем Супер Все Он Бьет Е Ой 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 Это Что С ней Случилось Это Очень Нехорошо Так Мне Нужно Я Не Затем Пойму Что Случилось Смарт Так Так Подожди Дальше Даньхэн Так После А Она Вообще Что Застыла Блин Да Главное Чтоб Ее Не Отлупили Жестко Так Давай Ты Исчезай Исчезай Так Он умрет Потому что Мы сейчас Используем Химеко Значит Я использую На тебе Вот эту Жесть Ты Упадешь Вниз И мы Не дадим Ему Ударить Мы Вот Блин А я Успею Нажать На нее Давай Вот так О Успел Успел Ага И дальше Она Своим Вот этим Умением Его Потом Она Следом А Своей Штукой На него Вот так На одного Вот это Конечно Красиво Красиво Но он Не должен После такого Выжить Март Ты там Это Не болей Ну давай Я его Лупану Блин Почему ты С ней Это сделал Ей нужно Так Я значит Не трачу У меня Одна Хорошо Он Восстановился И он Будет Бить Видимо Да И он Меня Лупанул Что Почему я И на Март Еще Отлично Отлично Пришла В себя Молодец Молодец Защищай Себя У тебя Нет выбора Защищай Себя Если ты умрешь Что мы все Проиграли Как же Это Жестко Вот на самом деле Я тебе Очень интересно Когда приходится Вот так думать Все Обдумывать Каждый ход Это Слабее Будет Сконцентрируемся Конкретно На нем Как поднять Марч Как ей Поднять Жизни Кто Кто нибудь Умеет Восстанавливать Жизни Восстановите Ей Жизнь Она же Сейчас Умрет При Любом Раскладе Так Ганта Ганте Значит Значит Вот этот Сильней Бей его Вот так Бей Вот так Нормально Нормально Я не могу Убить Блин И Химеку Не сможет Его Сильно Ударить Ладно По чуть Чуть Значит По чуть Чуть Химеку 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 Да что ж Такое Он же Лупанет Кого то Из нас Главное Не Март Главное Не Март Надо Привыкнуть Ее Называть Ого Ты даже Химеку Так сильно Бьешь Нет Прекрати А у Ганте Есть Жизни Нету Надо Защищать Ганте А то уж ему Не поздоровится Да Все Да Мы его защитили Так Что мы делаем С тобой Мы делаем С тобой Мы делаем С тобой Сильную Сильную Ослабляем Его Следом Я еще Бью Тебя Нормально Мы должны Справиться Мы должны Справиться Я верю В нас Мы с тобой Одолеем Их Всех Ага Ага Нормально Нормально Так Значит 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 Делаем Вот так Оставляем Одну Для Март Чтобы Она Смогла Подлечить Давай Дань Хэн Наверное Ладно Сейчас Разберемся Ты Бей его Я Я верю Что мы Должны Справиться Я верю Что мы Должны Справиться Так Кого же Защитить Кого же Защитить Кого же Защитить Ну блин Химеку Пойди Сильнее Но Данихэна Убьют Быстрее Давай Значит Вот так Вот так Угу Супер И Ты его Лупани Сильно Он вниз Должен уйти Да Давай Вот так Он уйдет Вниз Там же Показывалось Что минус Один будет Нет Он начнулся Он начнулся Все ребята Все плохо И сейчас Он свою силу Использует Опять Нет А Вот сейчас Использует Блин Мы победили А если Отлично Мы Данихэна Как раз Видишь Защитили Мы почти Мы почти Победили Слушай Мы почти Победили Давай Жестко Короче Его Взрывной Атакой Да ему Вообще Плевать Как будто На эту Взрывную Атаку Так Следом Идет Даньхэн Потом Она Его Еще И мы И мы Закончили Смотри Она с ним Справится Она его Добьет Вот Этим Спутником Своим Каким-то Я не знаю Что это За спутник Такой Волшебный Давай Мы его Победили Умри Блядь Конь не умер Ты прикинь На всякий случай Защитим тебя Раз на то дело Пошло А я не буду Ходить Ох Я испугался Блин Я проебал Ход Сильный противник Побежден Супер Глянь Вот Как раз Тот Сундук Который я хотел Что у нас там Интересного Блин Это же какой-то бред Следующие эффекты действуют Для персонажей Пути небытие В начале боя Шанс попадания Эффекта владельца Повышается на 20% На 3 хода Рядкая сила Сконтенсированная Из времени Именно из всех Незначительных Мгновений Сливается Великолепная судьба Он созерцал Путоту Которая подобна Темному солнцу Восходящему в конце Всего сущего Как рот В котором есть ответ На все вопросы Он изрек Ответ Нельзя Было выразить Не на одном Человеческом языке Понятен всем Блядь Ради вот этого А Вон еще что-то Опыт освоения Ну мы наверное Опыта просто Много получили Это не разрушается Не разрушается Ну зато мы справились Ну-ка Дай мне в жизни И все Восстановились Да Ах Как хорошо Ты вот смотри Как же хорошо О Ну вот эта Херня Не сундук Вон то Был сундук А это Не сундук Фу Я Я уже Ты представляешь С кем я сражался Там С каким Конем Вы тут вообще Ерундой занимаетесь Все Никуда нельзя Так Ты смотри Ты смотри А Так 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 У нас все те же самые Есть ребята И я тебя вот так сделаю Оп А он что-то даже Меня не видел Он как будто Меня не заметил Так Так Давай мы теперь тебя Быстренько Быстренько Забьем Вот так Я уже все Я уже ученый Мне после коня Такого Ничего не страшно Смотри Смотри Мы его можем Пробить Давай его тоже И он заморозился Супер И ты еще Их добиваешь Вообще Норм Не ребят Ну это Так Надо вот этого Еще задеть А может Просто на него Давай вот так Ага Все они Ослабли Взрывная Атака Давай тогда На него В целом А Она несколько Заденет Может быть Тогда вот так Сделать Смотри Я тактик Смотри Я тактик А Она только Центрального Добивает Сильно Но вот эти Все должны пропустить Ход Нет Блин А почему Я считаю Что вы должны Были пропустить Ход Но это Несерьезно И он Еще нас Бьет Что за Ну так Хорошо Начинали Ну вы Че Давай Тебя Сильно Короче Будем бить Давай Сильно Тебя Будем Бить Ты Какой Ты Жирный Ну Его Так же Но он Уже Не Заморозится Видишь Он Не Не Слабый А ты Агантед Обеих Всех Красавчик Красавчик Так Все Супер Я Чувствую Что Босс Где-то Недалеко Ля Летает О Это Я Возьму Ой 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 Ну Ко Прячься Прячься Он Сюда Летит Он Сюда Летит А Прикинь Не спалил Вот Это Стелс Вот Это Стелс Он Нас Вообще О Меня Другой Начинает Видеть Я Прям За Ним А Ладно Давай 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 Бей А то Он Так Будет По Кругу Ходить Ну Это Хорошее Начало Я Скажу Это Хорошее Начало А Вот Это Нехорошее Начало Ее Еще Целью Сделали Значит По Нашей Старинной Тактике Прям Такой Хороший Надо Бить Вожака Так Он Вырубился Ну Вот Этих Нет Смысла Видишь Бить В целом Они Бесполезные То есть У нее Урон Слабый Чтоб Она Их Лупасила Давай Вот Так Мы Как раз И того Заденем Тоже Он Исчезнет А Она Жа Цель Она Жа Цель Ее Щас Убьют Как Так Я Че Вообще Просмотрел Либо Вы Такие Сильные А Ну Мы Сейчас Всех Забьем Вы Не Справитесь Ну Блин Март Нужны Жизни А Кто Ей Даст Жизни Мы Можем Как-то Жизнь Это Получить Давай Тебя Не Будешь Девочек Обижать А И Вот Это Прям По Голове Битый Так Вот Что же Делать Что же Делать Мне Нужны Жизни Давай Я Сбегаю Да Тихо Тихо Успокойся Не Не Дыши Так Давай Я Сбегаю До Жизни Интересно А этот Якорь Всегда Жизни Пополняет Полностью Или В какой-то Момент Он Может Сказать Все Типа Я Закончился И тогда Это Вообще Будет Нехорошо А На карте Там Слева Вверху Видно Мои Следы Прикинь Удобно Это Очень Удобно Так Сейчас Я К тебе Подойду Я Сейчас К тебе Подойду Сейчас К тебе Подойду Ой А как Так Глянь Вы Че Такие Слепые Ты Вообще Меня Не Видишь Я Может Я Могу Просто Придушить Чтоб Мы На Этому Разошлись С тобой Не Такой Где Кто Здесь А Сейчас Вот так Сделаю Оп Я Даже Не Стрелу У него Засунул А Целый Лук Ну Давай Давай Вот так Всех Сейчас Сразу С одного С одного Хода Наверное Вот эти Пожестче Будут Давай Таких Бить Сначала Потому Что Они Мне Не Нравятся Это Нормально Мы Используем По Стариночке И Прям Чувствуется Знаешь Что С каждым Разом Все Больше Начинаешь Понимать Как Это Все Работает Отрабатывать Тактику Это Меня Конь Научил Отрабатывать Тактику Блин Да Подожди Мы Что Я Что Зря Столько Потратил Глянь А Да Нет Не Зря Слушайте Прям Живые А Ну Я Могу Вот так Сделать Вообще А Давай Вот так И Сделаем О Это Жестко Было Ну И Давай Тебя Тоже За Одно Почему Нет Ну И Ты Его Еще А Следом Я Ой Да Он Вообще Что Еле Еле Ну И Ты Его Добивай Все Уже Это Конец Красиво Это Было Красиво Так И У Нас Еще Обучение Есть Сильный Противник Во время Исследования Вы Можете Согнуться С Могучными Противниками Победите Их Чтобы Получить Щедрые Награды Но Это Да Это Я Уже Сообразил Что Это Используйте Сверхспособности Четыре Раза Подряд Сделайте Десять Ходов Союзниками Без Прерываний Противникам И Вот Так 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 Нам Дальше Тут Что-то Еще Есть Что-то Я могу Взять Вот Что-то Есть Ну Это Конечно Это Читать Это Все Читать Экран Из-за На То Что Этот Экран Находится В комнате Наблюдения На нем Не отображаются Какие-либо Записи С Камеры Наблюдения Вместо Этого Весь Экран Занимает Страница Документа Подводя Итог Можно Сказать Что Комна Наблюдение Была Взломана Захватчиками Из Внешней Галактики Если Вы Будете Настаивать На Использование Разрешения Комна Наблюдения Для Доступа К Интросети Возникнут Огромные Риски Поэтому Подаю Заявление О Приостановлении Использования Данной Комна Наблюдения А Заодно Ходотайство О Получении Неиспользованного В этом Году Оплачиваемого Ежегодного Твои советы Мне очень Помогают В игре Я начинаю Немножко Соображать Если ты видишь Что я где-то Могу Подтупить Или что-то Там Не сделать Напиши Мне обязательно Комментарий Чтоб я Точно Не Прогадал Я Стараюсь Прислушаться Как Красиво Смотри Это что Такое Это что Такое Я постараюсь Прислушаться Ко всему Что Ты мне Напишешь Потому Что Так Намного Проще Ура Это Перрон Да Это наш Пояс Сейчас будет Экспресса Здесь нет Он должен Быть рядом У меня Отличное зрение Дайте мне Посмотреть Да вот Смотри Я не вижу Его Где Мой Пояс Суки И у меня Прям Создаётся Ощущение Что мы с тобой Проходим вместе Это очень Заряжает На прохождение Я тебе Так это скажу Давай Лечи меня Супер Пока свет Не заберёт Нас Да нет Ну Разбили Красиво Зато Я Нужно Нажимать Не Е Ей Это Плохо Пока свет Не заберёт Нас Акдируйте 5 пространственных Якорей На космической Станции Герта А К ним Нужно Подходить Обязательно Видимо Или Они Должны Меня Подлечить И Это Будет Активация Будет Ролик Подожди Март Ух ты Какой Дракон Что Тут Происходит Зверь Судного Дня Он Правда Здесь Эй Спускайся Может Я Первый Начну Ходить Чё Это За Дела Так Смотри У нас Ветер Ага Только Тут Один Есть Поэтому Давай Его Ударим Ветром Вот Так Тебе Ага А подожди Давай Про него Почитаем Давай Так Левая Рука Ага Левая Рука Рассвета Когда Наступит Последний Рассвет Яркое Утреннее Солнце Задрожит И съежится Левая Рука Рассвета Искусно Использует Квантовую Силу Чтобы Начать Атаку На Единственную Цель Так Это Что У нас Двигатель Антиматерии Окончательное Воплощение Власти Форма силы В двигателе Остается Неизвестной Двигатель На Антиматерии Будет Давать Энергию Другим Противникам И усиливать Их Умения Ага Дальше Это Что Правая Рука Катастрофы Только Отголоски Боли Остаются На Опустошенной Земле Это Симфония Конца Времен Правая Рука Катастрофы Искусно Использует Мнимую Силу Для Создания Крупномасштабных Атак А Ты Кто Зверь Судного Дня Легион Этиматерии Использовал Фрагменты Сумеречного Левиафана И Плачущие Кости Чтобы Отлить Одного Зверей Судного Дня В кузне Войны Одержимость Злого Духа Превратилась В осязаемые Руки Накрыла Небеса Тенью Старой Катастрофы Зверь Судного Дня Сковывает Волю Существ Не успевших Материи Понял Экстаз Это Плохо Так И подожди Получается Нам Нам еще И с ним Сражаться Полностью Я просто так подумал Что Вот Видишь Только Вот эти У него нету Жизней Я поэтому Немножко не понял Нам потом С ним тоже Сражаться Придется Так И у вас Умения Какие Так Ты вот Две атаки Делаешь Ты две атаки Делаешь У тебя Три атаки И тут Четыре атаки И что-то Полное уничтожение Так Вот это Наверное В первую очередь Все-таки Нужно уничтожать Так Получается Тут тоже Два удара А у тебя Чего У тебя По одному Окей А заморозочка Есть Заморозочка Есть Но подожди Это же Босс Поэтому Никакой Заморозочки Нам нужны Щиты Для всех Нужны щиты Так А я Тогда ударю Прямо Вот сюда И Слушай На несколько Противников Лучше занимает Так Давай тогда Сделаем А и он Следом Так я делаю Е и 4 Жму Это же быстрые клавиши Е и 4 Ага Получилось Нажал А вот Как раз У нее Светится Что она Его прям Сильно Ударит И вот Рука Уйдет Назад Но Не Двигатель Этот Ничего страшного У нее У нее У нее Какой-то Жесткий Спутник У нее И в коробочке Какое-то Средство Вот это Вот Непонятное Она Что-то Видимо Умная Очень Она там Создает Все эти Штуки Свои Так Ну Его Нужно В первую Очередь Бить Его Ой А я Случайно Ну Не Нормально Нормально Мы там Разбили Ля Она не Перестает Его Добивать Химия Вообще Мощная На самом деле Что с рукой Что с рукой А он ее Завел Так 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 Скоро Умрет Ты что Так делать Нельзя Правильно Вот так Его Молодец Этот Теперь Набрал сил Да что Ты будешь Делать А А мы ее Нормально Защитили Ха-ха-ха И тебе На Тоже Так 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 Это же Посильнее Удар Будет Но Следующая Март Нам нельзя Тратить Нам нельзя Тратить Март Должна Защитить Даньхэна Я тебе Говорю Тут Тактика Тут Работает Тактика Защищай Его Да У него Мало Жизней Ему Пригодятся Так Следом Бью Я Получается Это Будет Посильнее Давай Ну так И ударим Наверное А Если Так Ну Видишь Он все Но Он Будет Бить Мы его Не оглушим Так Дальше У нас Бьет Химеко И я Завожу Все Сразу Наши Силы Так 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 Всех Завел Ну все Ты не Выживешь Я Тут А А с чем Ты сражаешься Там Там Уже Ничего Не Было Ты Тоже Лупась Давай Мы его Почти Одолели Это Какой-то Слишком Легкий Босс У него Просто Почему Какие-то Еще Я Увидел Какие-то Два Кружочка Непонятные Это Тоже Кто-то Его Может Еще Одолеть Или Чего Это Значит Ну Давай А Все Рука Уже Попрощалась С нами Ну Все Давай Его Прям Так Хлобысь Норм Все Мы Пробили Отлично Так Звезд Одного Дня Сильно Пострадал Его Уязвимость Раскрыта Это Вот Это Его Кепочка Это Уязвимость Так Смотри Нам Нужно Тогда Вот Так А Он Вообще Мне кажется Не очнется Но Ты Ты Давай Хотя Мы Почти Победили Че Нам Тогда Защищать Давай Его Может Он Заморозится Еще Вдобавок Не Заморозился Так Это Будет Сильнее Удар Давай Опа Нормально Снял Вообще Молодец Ну Ты Вот Добивай Легко Все Заворачивайте Зверь Судо Меня Помните Установился И снова Гот Чего В смысле В смысле Какого Хрена Я Я Его Одолел Я Ход Март Проебал Так Ты Че Делаешь Вот Это Неожиданно А И Теперь Кружка Здесь Нету Это Сука Это Значит Два Раза С ним Драться Надо А Зачем Так Ну Это Нужно Ослаблять В любом Случае Это Нужно Ослаблять Чтоб На Них Как Раз Можно Было Воздействовать Разными Свойствами Замораживать Еще Что Нибудь Так Ты Сейчас Что Хочешь Сделать Это Что Сейчас Было А Вы Подпрыгнете В этот Момент Чтоб Он Вас Не Достал Чего Вы Так Несообразительные Так Нам Нужно Так Теперь Я Не Потеряю Ход Теперь Я Не Потеряю Ход Давай Теперь Гантэ У Химик Она Что Слишком Сильная Какая То Ей Не Нужна Защита Теперь Ну Тут В целом Ничего Не Поменялось Делаем Все То Ж Самое По Сути Нормально А Кстати Ты Напиши В Комментариях Мне Интересно Стало Боссы Часто Такие Будут Появляться Или Это Только В конце Каких То Определенных Событий Они Такие Решают Появиться Потому Что С ними Сражаться Намного Интереснее На самом Деле Чем Сражаться С Вот Этой Мелочью Всякой Она Просто Время Занимает А вот С этими Боссами Прям Мне нравится Что думать Надо Так Давай Тебе А Мы Его Почти Убили Я Че Даже Не Заметил Как Пролетело Давайте Скажу Это Прям Жесткая Серия У нас Получилась Считай Что Босс На Боссе Прям Мы С тобой Молодцы Я Уверен Что Мы Его Победим Какие То Мы Тут Конечно Тут Слишком Крутые Может Я Научился Вы Играть В Эту Игру Я Знаю Как Правильно Прокачивать Всех О Руки Руки Сейчас Не Будет Он Еще Отошел Тут Еще Химеку Дальше Снова Ее удар Потом Все Это Конец А Надо было Левую Все Таки Да Блять Надо было Левой Руки Его Лишить Ну Да Ладно Ничего Страшного Пусть Он Два Раза Нас Ударит Пусть Думает Что Победит Не Будем Его Огорчать Что Что Происходит Так Смотри Она В любом Суча Его Не Одолеет А Он На Нее Нацелился Как Будто Давай Мы Руку Его Добьем Вот Эту Несчастную Ага Я Сделаю Вот Так И Все Мы Победили Да Блин Да Еще Нет Ну Ты Его Сюда А И Все 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 Да Он Падает И мы Ему Снова В кепочку Убить 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 Тебе Да А А Вон Она Твоя Кепочка Я Вижу Ну Давай Вот Так Смотри У меня Снова Март Но Я Не Буду Не Буду Никого Лечить Потому Что Я Знаю Что Уже Все Закончится Должно А То Если Не Закончится То Это Еще Одна Подстава Я Только Подстава Не Встречал Тройная Подстава Представляешь Все Вот Это Поворот Настолько Я Жесткий Понял Или Все Мне Пора Или Это Конец Конец Игры Это Тебе Нужно Увидеть Конец Своей Истории Кто Это Дайди До Конца Истории Своим Путем О Там Что То Прям Они Заметили Тебя Мужчина Вы Кто Вы Кто Мужчина Это У нас Супер Сил Открываются Какие То Ой Взял Меня Своей Тростью По Макушке Дал Ты Дурной Господин Янг Это Все В порядке Поговорим В другом месте Ага Все Это Космическая Станция Приветик Отлично Дерешься Если бы Еще Не потерял Сознание Было бы Вообще Прекрасно Но Благодаря Тебе Зверь Судного Дня Исчез Без Единого Звука И Полностью Присмеял Мы Выиграли Даже Зверь Судного Дня Мне Не Ровня Ну Нет Слушай Это Это Чересчур Кто Я Где Я Ну Это Тоже Странно Выглядит Мы Выиграли Да Ты Величайший Герой Как Оклемаешься Поднимайся Кимеку Просила тебя Зайти к ней А меня ждут Другие дела Как Вот Так Ах да Давай Обменяемся Маячками Пиши мне В любое Время Если Заблудишься Или Еще Что Вы Март 7 Обменивайтесь Номерами Ладно Я убежала Пока Воу Вы получили Сообщение Привет Это Март Химеку Хочет С тобой Кое О чем Поговорить Не Забудь Сегодня 7 Марта Сегодня Тоже 7 Март А Это Это Шутка Такая Типа Статус Ее Окей Все Да Тень Разрушения Получено Что Это Такое Материал Для Повышения Уровня Эйдолона Первопроходца Разрушения Проекция Эйдолона Возникающая Когда Вы Ступаете На путь Разрушения Одна Откройте меню персонажа Чтобы Активировать Эйдолон Персонажа Блин Ну вот сейчас Мы закончим Короче На вот этом Сейчас я Это все Сделаю Серия Очень долго Получилась Из-за вот этих Жестких Сражений Откройте Меню Эйдолоны Выберите Доступный Для Активации Эйдолон Падающая Звезда После Активация Эйдолона Позволит усилить Способности Персонажа После победы Над противниками С помощью Сверспособности Первопроходца Дополнительно Восстанавливать 10 единиц Энергии Этот эффект Может сработать Только один раз За атаку Сложно Ничего не понятно Резонанс Эйдолона Это ко мне Он относится Это я себя Так прокачивать Только могу Или всех Это еще Что-то у всех Открывается Да вы че Серьезно Они разные Должны быть Или все одинаковые Я че-то не пойму Да они Тут нужны Одинаковые Но у всех Они разные Тут такие Тут голубенькая А это только у меня Она отдельная Какая-то А у всех остальных Вот такая Так все Закончится обучение Сообщение Поделитесь своим Опытом и забавными Историями с друзьями Которых вы завели На этом пути Отправив им сообщение Нажмите на имя Вашего друга Чтобы проверить Его сообщение А Это Это что вы хотите сказать Что мне могут Теперь тут все писать Или еще пока рано Ладно Надеюсь тебе понравилось Это видео Подписывайся на канал Оставляй лайк и комментарий Делись этим роликом С друзьями Ставь колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Скоро увидимся Всего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok